Власть поддерживает бизнес. Инвестиционная активность в Щелковском районе становится выше с каждым месяцем. Более 6 миллиардов рублей вложено в развитие предприятий за 9 месяцев. Этот показатель уже вышел на уровень всего прошлого года. К концу 2016-го прогнозируются цифры свыше 8 миллиардов. Об этом сообщалось на состоявшемся в районной администрации очередном еженедельном заседании рабочей группы Совета по созданию благоприятного инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности. Руководитель администрации Алексей Валов отметил, что если в этом году уже видны результаты работы по поддержке бизнес-проектов, то в следующем году благодаря улучшению общегосударственной кредитной политики можно рассчитывать на дальнейший рост. Мы рассчитывали на иностранных инвесторов, но понимаем, что на данный момент экономика работает стабильно, но впрочем можем рассчитывать тоже как бы и на свой внутренний резерв. Поэтому, скорее всего, пойдет процесс интенсификации привлечения кредитных средств за счет своих банков. По привлечению инвестиций в производственные проекты район занимает 11 место в Московской области. По приросту малого и среднего бизнеса третье. Основные инвестиции в этом году были вложены в производство на предприятиях фармацевтической промышленности, осуществляющих комплекс мер по импортозамещению. По трем проектам район вышел на финишную прямую. Еще почти три десятка заявок предпринимателей находятся в работе. В следующем году ожидается еще более значительный рост инвестиционной активности предприятий района. В следующем году будут Богородицкие деликатесы строить цех. Будет Еремкино, КФХ Еремкино и мясоперерабатывающие предприятия «Русский сорт». Они будут активно расширяться и будут строить птицефабрику. Это будет строительство завода объемом инвестиций 13,5 миллиардов рублей «Газпромкосмические системы». Ну и также предприятия по производству красок. Все инвестпроекты, по которым сейчас получается земельный участок, они пойдут в активную фазу строительства как раз именно в следующем году. Из новых проектов на инвестчасе было рассмотрено создание многофункционального животноводческого комплекса для скота и птицы. Объем плановых инвестиций 120 миллионов рублей. Этот проект очень экономичный, в том плане, что можно оперативно реагировать на особенности рынка, то есть, допустим, когда требуется больше молока, когда требуется больше мясных продуктов, соответственно, так как это и крупные рогатые скоты, мелкие рогатые скоты, птицы, то здесь, конечно, влияние рынка на эту деятельность, оно минимальное. По району порядка 45 тысяч – это дефицит рабочих мест, которые нам необходимо создавать. Кроме того, что еще и формировать, конечно, налоговую базу от тех предприятий, которые будут создаваться. Поэтому по территориям очень важно заслушать, чтобы у нас тоже какого-то определенного перекоса не было в развитии той или иной территории Щелковского района. На встрече было принято решение обсудить на следующем заседании инвестиционную активность в поселениях, от уровня которой зависит и налоговая база, и рабочие места. Речь пойдет о том, насколько успешно создаются условия для предпринимательской активности во всех 10 территориальных образованиях района. Андрей Цехадович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».